Моему еще поведомлению вид Оксаны, и у нас тут наведь полностью сформулированы пытания, просто, как она говорит, что в ней в житии. Я в церкви с 10 лет, но у меня с детства страх смерти. Страх того, что не выдержу испытаний, как Петр, не смогу выдержать их и предам Христа из-за вот этого страха смерти. Я знаю, что у богатехца есть, что работаю в таком случае. Да, сейчас в последнее время мы должны быть к этому готовы. Почему? Потому что мы уже даже сегодня говорили, что в Сирии люди, просто верующие во Христа, они очень сильно рискуют. И в Египте сейчас сходить в церковь в воскресенье, и люди там уже пишут завещание, потому что не знают вернуться или не вернуться. Насколько это важно, так скажем. Но мы должны быть всегда готовы к смерти. Мы всегда должны быть, каждый день, мы должны быть готовы к встрече с Иисусом Христом. И поэтому Он сказал, бодрствуйте и трезвитесь, ибо не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Мы должны быть готовы. И как мы можем быть готовы, да, как избавиться. И Евреям 2 глава, 14 стих написано. «А как дети, причастные плоти и крови, то и Он, Господь, так же принял Оны, дабы смертью лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти, через всю жизнь были подвержены рабству». То есть страх смерти – это рабство. А мы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, по-моему, римлянам 8 глава. То есть это страх, и страх именно смерти. Но Господь пришел на эту землю во плоти, и Он умер, и Он и воскрес. Вы знаете, что мы верующие по тому, что Он воскрес. И Он воскрес. И мы совоскреснем с Ним. Он сказал, что если мы будем веровать, верующий в Него, если и умрет, то оживет. Мы верующие потому, что Христос воскрес, и потому, что мы совоскреснем с Ним. Он показал нам путь, путь совершеннейший, что не бойтесь убивающих тела. Бойтесь более того, кто и душу, и тело может погубить. Посмотрите на птиц небесных, они не сеют, не ждут, но Господь кормит их. Вы лучше многих малых птиц. То есть у вас все волосы на голове сочтены, Бог знает вас. Вы не бойтесь. Почему? Потому что идет речь о воскресении. А то, что по плоти мы все умрем, верующие, неверующие, хорошие, плохие, все умрут. Экклезиаст по этому поводу сокрушался немножко. Поэтому, чтобы вы понимали, все умрут по плоти. И к этому надо быть готовым. Но наша радость, наше счастье, наша вера, наша будущность в том, что мы воскреснем. Как Христос воскрес, Он смертью смерть попрал. Он показал нам, Своим смертью воскресенью показал путь. Не бойтесь, не бойтесь смерти, не бойтесь. Почему? Потому что есть воскресение. И в этом наша вера. И в этом наша свобода. Но, если мы вспомним Петра, смотрите, какая интересная ситуация. То, что Петр, когда Иисус говорит, вот сейчас поражу пастора, рассеются овцы, и вы меня все предадите. И Петр говорит, а я не предам. Даже если мне надо будет умереть, я не предам. А Иисус говорит, нет, сейчас ты не можешь. Потом сможешь, а сейчас не можешь. И что произошло? Что Петр так и предал Христа. Но потом, потом, в день Пятидесятницы, он уже с дерзновением проповедовал. И потом он пошел на крест. И пошел не просто так на крест, а сказал, распните меня кверх ногами, ибо я не достоин умереть, как мой Господь. И пошел сам на крест. Итак, что же произошло? Какая произошла перемена между первым и вторым? В первой части, когда он говорил, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел. А Иисус говорит, сейчас ты не можешь. Действительно не мог. Почему? Потому что Иисус еще не был прославлен, и Дух Святый не излился на каждую плоть. И Духа Святого в Петре не было. И поэтому он не мог. Но если ты примешь Духа Святого, тогда Иисус говорит, потом сможешь. Сможешь. И сможете пить чашу, которую я пил. И вы действительно это сможете сделать. И совершите великий подвиг страданий, написано. Да, это так. Поэтому основание – это Дух Святый. Основание – это тогда, когда мы примем Бога настолько, что, как Павел говорит, желаю разрешиться и быть со Христом. Я уже просто хочу. Я уже не просто там боюсь, а я уже хочу. Почему? Потому что Бог в нем, внутри совершил обитель. Это радость, это любовь, это вечность, это Царство Божие незаметным образом внутри, в сердце есть. И ты уже понимаешь, что моя плоть, моя жизнь, пока мы в теле, мы устранены от Господа. То есть, мое тело, моя жизнь является препятствием для того, чтобы соединиться со своей любовью. То есть, самое главное – нам обрести Христа в сердце. Нам надо найти Христа в сердце, найти вот эту радость, найти это счастье в нем. Не в мире, не в родных, не в семье, не в братьях, не в сестрах, а во Христе. Найти вот эту радость в одиночестве. То есть, человек должен счастлив быть в одиночестве тогда, когда он общается с Господом, когда он молится, когда он читает Евангелие. И это его счастье. Счастье и радость тогда, когда он нашел Господа. У себя, внутри, в сердце, не снаружи, а внутри, не снаружи, а найти Бога внутри себя. Сердце мое говорит от тебя, ищите лица моего, и я буду искать лица твоего. Вот, Давид говорил, вот это то счастье, которое мы должны обрести. И когда мы обретем это счастье, то тогда меняется наш статус. Вот в Евреям 11 главе написано, что мы тут странненькие пришельцы. Мы тут странненькие пришельцы. Но мы, или, как написано, они стремились к лучшему, то есть к небесному. И посему Господь не стыдится их, называя себя их Богом, потому что Он приготовил им город. То есть, вот эта позиция, то, что мы тут временные, то, что мы тут странненькие, что мы пришельцы, а наше Отечество на небесах, вот это самое главное. И да, пересылка нашей души будет больная. Да, будет боль, будет скорбь. Но написано, многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие. И написано, женщина, когда рождает, она терпит скорбь. Да, это больно. Это может быть очень больно, как в Седрах, Месях и Авдинага они вожли в печь. Но женщина, когда рождает, она терпит скорбь. Но когда родит, она забывает о скорбь, ибо родился человек. Точно так же и наш переход будет. Да, будет больно. Ну, если бы все женщины боялись боли и не рожали, то тогда уже и на земле бы никого не осталось. Точно так же и мы. Да, будет больно. Будет очень больно, смертельно, страшно. Но это не значит, что это конец. И поэтому смерть – это начало пути, это новая жизнь. И поэтому не бойтесь. Не бойтесь. Но первое – должна совершиться вера. Должна совершиться вера. Принять Духа Божьего. Приняв Духа Божьего, возрастает любовь к Богу. И этой любовью, вот этой силой возлюбившего нас Иисуса Христа, и вот этой любовью мы побеждаем. И как написано в 1 Иоанна 4, 16. «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее». Бог есть любовь. И прибывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. И любовь, вот эта любовь, до такого совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире всем, как он. В любви нету страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, и боящийся несовершенен в любви, боящихся общества в озере Огненном. Поэтому достигаем Бога верою, принимаем Духа Божьего, и через Духа Божьего, и через Писание мы познаем Его любовь к нам. Познавая Его любовь к нам, в нас самих рождается любовь к Нему. И вот этой любовью мы побеждаем любой страх. Совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Субтитры создавал DimaTorzok